Марк Захарович, начать нашу с вами сегодняшнюю беседу хочу с того, что Пентагон подтвердил переброску военных из КНДР в Россию. Об этом сказал глава Пентагона Остин, журналистом в Риме. Говорит он, что есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР, что именно они делают. Знак вопроса, остается только догадываться, говорит он, это вещи, которые мы должны уладить. Что это все означает? Будут ли как-то сейчас Соединенные Штаты Америки уже реагировать? Если да, то как? Или все-таки будут еще наблюдать и изучать этот вопрос? Ну, первое. Сомнений в том, что северокорейские военные находятся на территории Российской Федерации. И что это сделано по соглашению, заключенному в конце июня в Пхеньяне и сейчас, по-моему, уже ратифицированному в Государственной Думе. О военной помощи между КНДР и Российской Федерацией вообще сомнений никаких. Ну, хорошо, подтвердил это Остин, а до канона визита в Киев он, например, говорил, что у нас нет информации. Ну, они ее уже с нескольких сторон, видимо, и источники разведы, источники другими способами подтвердили. Ну, допустим. Сегодня, между прочим, МИД РФ вдогонку за Песковым, который сказал, что много противоречивой информации, ничего подтвердить не могу, обращайте в Министерство обороны. А для Министерства обороны это секретная информация. Ну, то есть, понятно, да. То есть, это фактически косвенное подтверждение. А МИД РФ сегодня заявил о том, что информация про северокорейских военных – это вбросы информационные, ну, что-то такое, знаете. То ли да, то ли нет, тоже оставляют открытым. Во-первых, что дальше? Я думаю, что никаких других целей, кроме использования живой силы из КНДР в войне с Украиной, в Курской области, или же на территории самой Украины, в оккупированных территориях на линии фронта. Ну, другого смысла просто нет. Перекидывать военнослужащих, действующих. Подразделения говорят, что до 3000, а вот доведут до 12 на территории России, которая проходит сейчас обучение и боевое слаживание. Ну, я не вижу просто другого смысла для перекидывания. Может быть, Москва еще до конца не определилась, куда их направить в Курскую область, как бы в Конституционную территорию Российской Федерации, ну, вроде же договор о помощи именно между УРФ и КНДР, они, видимо, это согласовали все-таки, либо уже прямо непосредственно в Украину, в зону операции так называемой СВО. Они же тоже считают Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую областью, частью Российской Федерации, они в Конституции, кстати, находятся эти субъекты. Так что для них, как бы, юридического права нет, а то, что международные права, они плевать хотели, что те, что другие, что КНДР, что ИРФ, тут и говорит о чем. Чем ответит США? Вы знаете, парадокс заключается в том, что, а мы не знаем, чем ответит Соединенные Штаты. Ну, как бы, логично было бы немедленно, в случае, если северокорейский военнослужащий появится в зоне боевых действий, вот Буданов сегодня сказал, что они должны вот-вот появиться, в Курской области, в частности, но разрешить удары в глубь территорию России. Это логично. Это более чем логично. Но сделают это Соединенные Штаты или нет? Вот выдадут ли это разрешение Украине, использовать тех средств дальнобойных, которые передаются, я не знаю. Никто не знает. Но, наверное, до 5 ноября нет. Потому что пока не пройдут выборы, пока неопределенность, которая сохраняется, кто на следующие 4 года станет руководителем американской администрации, вопрос вряд ли будет решен. Хотя это более чем первичные, самые непосредственные действия. Далее там уже идет набор действий как НАТО, так и Южной Кореи и его союзника США в этом регионе. Ну и так далее. Разговоры с Пекином. Вот он говорит о регулировании. Ну понятно. Они скажут, слышь, вы там своих-то вот этих карликов-то уберите. Вы что, вы нормальные? Вы хотите действительно мировую войну? Ну как бы нормальные люди бы сделали? Последнее предупреждение. Не делайте этого. Тогда мы делаем свое. Вот. Ну тогда бы это все могло бы перемениться. А сейчас слабость Запада стала порокой для КНДР и Москвы осуществлять эти действия. Привлекать иностранных военных на официальном уровне для участия в войне в Украине. Вот и все. Это шаг к мировой войне. Потому что, ну как, две страны воюют. Те, значит, НАТО избегает любыми... Ни в коем случае только нас не втягивает. Только мы ни в коем случае, ни в каком виде, чтобы соприкосновения не было с Российской Америкой. А здесь прямую просто управляют северокорейских военных и так далее. Ну, повторяю, это вопрос дней. Ну, может, недель, когда они появятся на фронте. Я думаю, что это произойдет до выборов президента. Вот мой такой прогноз. Но, может быть, Москва передумает и подождет. Пока там Трамп выиграет, и тогда можно что-то будет более резкое предпринять. Опять же, я повторяю, ничего просто так не делается. Никогда. Поэтому, раз они здесь эти появились военные, ну, значит, скорее всего, в войне они участвуют. Законами цитирует Кирилла Абуданова, главу украинской разведки, который говорит о том, что в обмен на северокорейских солдатов КНДР попросила у Москвы технологии тактического ядерного оружия. А вот тут я с вами хочу поговорить о красных линиях, как для Китая, что это означает, и будет ли Китай делать последнее китайское предупреждение КИМу, и как он вообще относится к этому углубленному сотрудничеству сейчас между Россией и КНДР. Что являться будет красной линией для Соединенных Штатов и для европейских партнеров, членов НАТО? Ну, давайте с Китая начнем. Ну, погодите, экономика Северной Кореи на 90% зависит от Китая. Вопросы военного сотрудничества, военной безопасности зависят на 100% от Китая. Почему? Потому что северокорейские военные обучаются, даже проходят обучение Китая. Дронами управлять и так далее. Кто это? Сами что ли? Ракетами, техникой, бронетехникой, самолетами и так далее. Ну, как-то Китай не влияет на северокорейское руководство и на принимаемые им решения. Особенно в таких вопросах чувствительных, как военное сотрудничество с Россией и участие в войне. Но сегодня в Казани проходит саммит Бриггерс, в России председательстве. Туда приехал Си Цзиньпин. Публично заявляет, что нужно не допустить эскалации в Украине. Это серьезно? Ну, это выглядит как насмешка. Как не допустить эскалации в Украине, если уже северокорейские военные, уже тут как тут. Я считаю, что Китай ведет замысловатую игру. Заключается она в том, чтобы он подначивает, провоцирует. Делайте так. И ждет, когда к нему напрямую обратятся в США с предложением. Чтобы можно было отыграть назад. Ну, ладно, мы поговорим с Финьяном, мы решим. Но вот нам замену кое-что нужно. И там дальше идет перечень. Кстати, Тайвань в этом перечне главный пункт. Мне кажется, это, безусловно, игра Китая. Потому что, если бы Пекин хотел этому воспрепятствовать, то вообще никуда бы не продвинулось военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы. Никуда. Вообще бы никаких соглашений не было заключено. Все визиты были бы ритуальные. И никакого взаимообмена не было. Заинтересована Северная Корея в тактическом ядерном рамках? Ну, конечно, заинтересована. Является ли это предметом соглашения? Ну, вероятно. Я не знаю. Раз Буданов говорит, может, у него какая-то дополнительная. Информация есть? Может, информация от американцев есть? Я не знаю. Но, конечно, Ким заинтересован. И в наращивании ядерного арсенала, и в других вопросах военнослужащих. Но там еще, знаете, какая проблема-то? А в Северной Корее вот этот самый военнослужащий получает от 1 до 3 долларов. Такая зарплата в Северной Корее. А здесь им будут платить по 2 тысячи долларов в месяц. Северно-корейским военнослужащим. 2 тысячи. Конечно, они им не достанутся. Никто не заплатит северно-корейским военным такие деньги. Деньги пойдут, понятно, куда. К семью Кимов. Ну, я думаю, там есть и другие вопросы. И энергоресурсы, и экономические какие-то вопросы, которые сопровождают такие договоренности. Наверняка. Но вопросы военного сотрудничества, они неотменяемы. А, простите, а почему бы этого Киму не требовать? Понимая зависимое положение от живой силы Москвы в условиях войны с Украиной. Почему бы Ирану этого не требовать? Помогите нам с ядерной технологией, а мы вам будем поставить свои баллистические ракеты, дроны, снаряды и так далее. Как бы на месте Ирана или на месте Северной Кореи именно так бы переговоры бы и шли. Именно такие бы условия выдвигались. А почему Москве не согласится с этими условиями? Вот почему и что ее сдержит, что не даст ей, значит, совершить этот обмен, передать это вооружение, там, тактическое ядерное оружие или его технологии, Северная Корея. Вот как что, международное право, обязательства имеющиеся в Москве по этому поводу, нераспространение ядерного оружия, других конвенций и так далее, в которых Россия участвует, кстати, как гарант, постоянно член Совета безопасности, страна учреждения ООН, ну и так далее. Нет никаких, мы видели, как Россия с легкостью нарушает все эти обязательства. Она уже передавала ядерное оружие, в Беларуси установлено тактическое ядерное оружие, они сами в этом говорят. Это подтверждают Соединенные Штаты, это подтверждают другие страны. Так что я здесь препятствий не вижу, просто все всегда почему-то со скепсом относятся к возможности ядерного обмена. А я к этому со скепсом не отношусь. Для Москвы расширение ядерного клуба, ну, за счет передачи ядерной технологии Ирана, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, усиление этого арсенала, этого потенциала Северной Кореи, вполне допустимая вещь. То есть, безусловно, Китай может остерегаться тотальной эскалации именно в Юго-Восточной Азии. Потому что, ну, представляете, если в ответ у Тайвана обретет ядерное оружие, ну, и что будет? Как ты его потом будешь завоевывать? Поэтому, естественно, здесь есть свои для Китая риски. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что Китай их этого учитывает, безусловно. Возвращаясь к Соединенным Штатам и к НАТО, вот к европейским партнерам Украины, членам НАТО. Вот для них что будет являться красной линией сейчас в связи с этим северокорейским контингентом? Ну, конечно, начало уже войны, вовлечение в нее северокорейский военнослужащик, это, конечно, уже все. Они начнут в плен попадать, они начнут гибнуть, ну, все будет понятно. Их с дронов будут убивать, украинцы, как они это делают с другими. Ну, то есть, они увидят, что да, вот это уже происходит. И тогда надо реагировать. Если ты не реагируешь, то уже иранские военнослужащие появятся. Из Ксира, например, тоже начнут убивать. Потом еще какие-нибудь хуситы появятся, еще кто-нибудь. Ну, то есть, это и есть шаг к мировой войне, когда больше двух стран вовлекается. Непосредственно, я подчеркиваю, боевые действия. Не в то, что помощь там военная. Ну, Москва ее и так отовсюду получает. Серыми, не серыми схемами и так далее. От Ирана получает, от Северной Кореи получает. Это уже однозначное заявление о том, что есть блок военный, есть военные союзники, которые непосредственно воюют уже в войне с Украиной. Непосредственно. Не то, что там они там... Северная Корея до этого боеприпасы передавала, равно как и Иран. Что это секрет для кого-то? Но когда люди за 3-9 земель едут, живая сила, убивать на другой конец света украинцев, ну, это мировая война. А как же нет? Ну, потому что, получается, полземного шара съедется в одну сторону, полземного шара в другую, что ли? И что это такое? И как это тогда? Проблемы надо решать за родыши. Никогда нельзя доводить до того, чтобы спустя 2,5 с лишним года войны такие решения принимались. Эти красные, вот эти самые линии должны были быть расставлены еще раньше. Вы это делаете? Делайте. Но мы за это делаем вот это. И имейте в виду, вам будет очень больно. Будет чудовищно больно. Но если уже сказал, делай. Ни в коем случае не грози просто так. Если Москве угрожали, а вот с разных сторон книга Вудворта пишет о том, что там, черти чего, Путину грозили, полной изоляцией, концом света Бернс грозил. Книга «Война», которая сейчас вышла в Соединенных Штатах, Вудворт известный. Автор Уотергейта, журналист, девятой десятки, заслуженный человек. Ну, видимо, у него есть информаторы в ЦРУ и так далее, в других службах, которые ему эту информацию давали. Ну, погодите, так что получается? Вы грозили самыми страшными карами в Москве. А нынче в Казани Гутеррш находится, глава ООН. Все эти, значит, представители, от ЮАР до Бразилии, Си Цзиньпини и все остальные. Что-то как-то на изоляцию это не очень плохо. Но бразильский президент не полетел. Ну, хорошо, он не полетел. Ушить, да. Я не знаю, правда это, не правда. Может, он действительно струхнул ехать, может, ему сказали. Я не знаю. Я вот не знаю. Может быть так. Но это не отменяет факта, что глава ООН там. Субтитры создавал DimaTorzok